Третьего ноября 1913 года трое злоумышленников взломав наружные замки в квартире Кастаева На Уральской улице проникли внутрь дома и, вскрыв сундуки, похитили разных вещей на сумму 100 рублей Но этим они не ограничились Перебравшись из квартиры Кастаева в находящуюся в этом же доме квартиру Горелого Обворовали и его на чуть меньшую сумму Один из злоумышленников был задержан и оказался крестьянином Сызранского уезда Симбирской губернии Константином Ильиным Мавриным Двум другим удалось скрыться, но едва ли надолго А мы с вами на Уральской улице возвращаемся на 110 лет назад Будто всем, что видит глаз До крапивы подзаборной Перед тем за миг пилась Сладость радуги нагорной Уральская улица, и она же, братьев Крастелевых, она же, правда, частично улица Пушкина Когда-то, как и некоторые другие, жалась к восточной границе города Уральская, дальше Ильинская, Сенная, еще кое-где Соловьиная, а потом уж и Полевая Продольная И чего только на этой улице не происходило, не случалось И кое о чем в нашей сегодняшней истории А начнем мы наш рассказ возле вот этого дома на Уральской улице Где 110 лет назад размещалось сыскное отделение 5-й полицейской части Которой возглавляли титулярный советник Максим Андреевич Юдин И его помощник Афанасий Петрович Барынин Имя последнего часто встречалось в криминальной хронике начала прошлого века Так как именно им были раскрыты десятки, если не сотни самых разных преступлений Больших и маленьких, приключившихся в том числе и вот на этой улице Ну вот скажем, 8 января около 10 часов вечера У мещанина Семена Васильева, проживавшего в доме номер 34 по Уральской улице Со взломом замков Из сундуков были похищены два пальто Одно из которых с Бобровым воротником, а другое с Каракулевым Но и это еще не все Кроме пальто, были похищены и другие вещи Общей стоимостью не меньше полусотни рублей Кто похитил? А вот, пожалуйста, двое мужчин и одна женщина Которых видели соседи терпевшего И не просто видели, но и писали так, что хоть картину рисуй Но рисовать картину сыщики не стали А задержали совсем неподалеку отсюда На квартире Александра Зайкина Мещанина Федора Дулесова, 19 лет И двух христианок Документов при них не было А вот зато часть похищенных вещей А также револьвер системы Наган Кинжал, патронтаж с патронами И целая связка ключей были у них в карманах Как удалось установить полиции Одна из христианок в краже не участвовала Но укрывала похищенная Так же, как и хозяин квартиры Зайкин А вот еще одного вора Андрея Шарипова Полиция сдержала чуть позже Все воры в краже сознались И выдали похищенное Которое было возвращено к терпевшему Оставим пока жуликов До трех часов дня Еще за отъездом владельца Сдается лавка с товаром На бойком месте Угол почтовой и уральской 59-126 А как вам вот это? Сдаются шесть магазинов Во вновь выстроенном доме на углу Уральской Льва Толстого Приводные под биоскоп и тому подобное О цене узнать у владельца Герасимова На Троицкой улице В собственном доме номер 57 И на посошок В аренду весь дом сдается Уральская номер 193 Годовой доход 780 рублей Условия узнать у присяжного поверенного Сахарова На Предтеченской улице В доме Юрина А вот пока дом на Уральской Нас с вами не интересует Задержимся возле вот этого здания На углу с Александровской улицей Когда-то здесь располагался Ремесленный приют Училища ведомства Учреждений императрицы Марии Попечительницей этого приюта Как, впрочем, и еще многих других Была супруга губернатора А вот директором купеческий сын С известной фамилией фон Вакана Неподалеку от Мариинского приюта Находился другой приют Алексеевский Который располагался в собственном доме Его директором был отставной капитан Николай Алексеевич Сипин А вот сотрудником Или заместителем директора Известный в Самаре врач Алексей Иванович Болтунов А вот еще одно учебное заведение Находилось на Уральской улице В доме номер 181 На этот раз это было Земское, одноклассное, смешанное училище Которым заведовал Николай Михайлович Бушуев Почему училище смешанное? Все просто В нем учили и мальчиков, и девочек Которые приходили в училище неграмотными А выходили из него Уже умея читать и считать Кстати, заведующий этим училищем Николай Михайлович Бушуев Проживал в этом же самом доме Этажом выше классных комнат А в феврале 1913 года Он пожелал купить словарь энциклопедический Брокгауза и Эфрона В 86 томах О чем дал объявление В газету «Волжское слово» Заглянем еще раз в раздел объявлений И поговорим о том, кто и чему готов был обучить Желающих на Уральской улице Опытная учительница С 7-летней практикой Недорого готовит и репетирует За младшие классы гимназий А также учит грамоте Адрес Угол Уральской улицы Ильинской площади 5161 Квартира 3 В и У Окончившая гимназию За недорогую плату Готовит и репетирует По предметам среднеучебных заведений Адрес Уральская между Александровской и Симбирской Дом номер 117 Квартира 2 Студент готовит Репетирует за все классы Среднеучебных заведений Согласен в отъезд Уральская 105 От 10 до 12 часов И еще Студент Санкт-Петербургского Политехнического института Обладающий Семилетней практикой Готовит И репетирует Обращаться лично Или письменно Уральская 71 Квартира 1 Грошев Внимание! Номера Россия На Уральской улице Господа приезжающие И квартиранты пользуются Тишиной Хорошей Прислугой И чистотой При номерах Имеется кухня Под наблюдением Опытного повара Звонить за справками По телефону 89 Ну или вот Вновь открыты Коммерческие номера И оптовый склад Пива Калинкина И других заводов Василия Ивановича Овчинникова На Уральской улице Милости Просим пожаловать В дом Шепелевой При номерах Также имеется Кухня Под руководством Опытного повара Пивной И бильярдный Зал С наилучшими Бильярдами Пивной И бильярдный Залы Под присмотром Владельца Здесь вас ждут Тишина Спокойствие Вежливая И внимательная Прислуга Тишина Спокойствие Вежливая Прислуга В номерах И все это Оптом В розницу На вынос И распивочно Уральская улица Хоть и называлась Уральской Но была Самой настоящей Волжской И Самарской С самарским характером Привычками И причудами И окажись Мы с вами здесь В начале 20-го столетия Увидели бы еще Очень и очень Много интересного Так и жила Эта улица Воровала пальто И ловила Похитителей Читала Словари И учила Грамоте Самарское Городское Кредитное Товарищество Пчеловодов Садоводов И огородников Приглашает Обращаться Заинтересованных По адресу Уральская Дом 123 А вот Оставшаяся Безымянная Жительница Самары Проживающая На Уральской 158 Во второй Квартире Желала Получить место Конторщице Или кассирше Ее Соседка Лаврентьева Из дома Номер 182 Братьев Гурьяновых Желала Поступить В домашние Портнихи И хорошо Знала свое Дело Фельдшер Жданов На Уральской 197 Около Бани Лебедева Ставил в известность Что он производит Ночные дежурства У больных А квартиросъемщик Или квартиросъемщица Дома Сверидова На Уральской 51 Продавал Или продавала Пишущую машину Системы Денсморт Вполне Исправную За 75 Рублей И Приглашал Или приглашала Осмотреть ее От 3 До 6 Вечера Ну а мы тем временем Вернемся В сыскное отделение И расскажем еще О некоторых Историях Разбираться В которых пришлось Сыщику Барынину И его Коллегам Так например 28 апреля Мещанка Лукьянова С помощью Городового Горохова Привела В полицию Человека Который По ее Утверждению Две недели Назад Напал на нее Когда она Спускалась К берегу Волги Нападавший Нанес ей Удар Камнем В голову И вырвал Пальто Которое Нанесла В руках Лукьянова Упала На землю Рана Оказалась Настолько Серьезной Что Пролежать В земской Больнице Ей пришлось Почти Две недели А выписавшись Она Встретила Грабителя Вот на этой Самой улице Когда он Входил В одну Из чайных При помощи Городового Лукьянова Доставила Нападавшего В полицию А вот В июле Этого же Года В той же Самой Чайной Ломаева На Уральской Улице Некто Замятин Нанес Своей Сожительнице Силкиной Удар Перочинным Ножом В голову После чего Силкина Была отправлена В земскую Больницу А Замятин В камеру Предварительного Заключения Ну или так 3 сентября Около Пяти Часов Вечера Во двор Дома Шахабалова Вошла Неизвестная Женщина Которая Сделав Несколько Шагов По двору Упала На землю И скончалась Дознание Установило Что Неизвестная Оказалась Мещанкой Дубровиной 42 лет От роду Не имевшей Определенных Занятий И Жительства Смерть же Наступила От излишнего Употребления Спиртных Напитков Дубровина Была отправлена Во вскрытный Дом Крестьянка Галафира Макшанова Проживавшая На Уральской Улице Примерно Тогда же Заявила О краже У нее Из чайной Столовой Разных Вещей На сумму 40 рублей А вот Во двор Другого Дома В квартире Пешковой Был подкинут Младенец Женского Пола При котором Оказалась Записка Крещён Имя Мария А мы вам Желаем Всего Самого Доброго Берегите Себя Будто От того Синель Из буфета Выгнать Нечем Что О слезах Висел Туннель И на поезде Ушедшем С вами Был Михаил Перепёлкин Редактор субтитров Корректор А.Кулакова